всем привет в общем снял я но уже отодрал поролон от пассажирского сидения думал что здесь сухо и комфортно но не тут то было в общем меня встретила очередная лужа но она сильнее так как здесь в отличие от своего места я вообще никогда не сушил и что я увидел вообще ребят это кто не знает заводская изоляция вибро шумоизоляция в общем смотрите я нагрел феном давайте вам покажу вообще как поверхность ведет себя под феном а 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 и и В общем, кто не понял, смотрим дальше. Вот смотрите, здесь я грел уже достаточно давно. Ну, видим, да? Вот. Догадайтесь, что тут у нас. Вот это вот. В чем оно? Это вот заводская изоляция. Смотрите. Класс, битум. Это, ребята, называется битум. Смотрите дальше, где я грел. Так, сейчас руки вытру. Это жесть. Смотрите. Видите? Так, еще раз вытираю пальцы. Вот, пальцы сухие. Вот, видите? Здесь, вон, вода прям выделяется. В общем, вот эту всю фигню, чтобы не гнила машина. Ну, слава богу, там железо целое. Видите? Она просто из-за того, что водой пропиталась насквозь, после нагрева, просто легко снимается. Это не дело. В общем, съездил я, купил то же самое, что с моей стороны, один в один. Убрал нафиг вот эту парашу. И буду приступать. Я купил ролик укаточный, потому что то, как я укатывал эти битумные пласты, соответственно, на полу очень тяжело. Посмотрите, он полностью снимается. Там такого не было. Там я дерал его. Потому что там я сушил. Запах, я не знаю, как передать. Но если вы были на болоте, примерно то же самое. Фу, блин. Тут еще, как будто кто-то умер. Короче. Болот отдыхает. Вот так вот. Вот такая заводская полезная изоляция. Понятно, откуда у меня запахи непонятные в машине берутся. Тут вода забродила. Вот это все дело просто вот кусками снимается. Повезло, что я еще делаю это на камеру, чтобы не было у людей. Посмотрите, до конца прям никакого мнения такого. О, здесь вода тоже забродила. Вот такая вот грязь мутная, как будто я где-то на болоте ездил. Да, я ездил на болоте, но не в самом болоте. Тут у нас пробки, они залиты. Но вот здесь вот, вот это вот видим, вот это как раз какая-то непонятная грязь, которая воняет. Капец как. О, так она даже до порога отлетает. О, так она вообще полностью отлетела. Ну, тем лучше для нее и для меня. Вот так вот. Блин, я в шоке. Я в шоке. Я бы вот показал, как выжать из этой губки, но вы мне на слово поверите. Потому что ни одна изоляция, вот здесь вот смотрите, по порогу нормально, а именно в том месте, где сидели, это ужас. Она просто потеряла свои свойства и просто отлетает. То есть, соответственно, это все надо снимать в скором порядке, в быстром сушить и нормально стелить. Сейчас покажу вам, как я буду, что стелить буду именно. Мало ли кому пригодится. Соответственно, строительный фен тут нужен так таковой. То есть, перед тем, как вот это все делать, в таких сложных местах именно нужно все нафиг снять. Все, лучше все снять. Обезжирить. Хорошо это просушить. И это дело не одного дня. Но я знаю, что я сделаю за сутки. Потому что сейчас я выну, у меня машина на улице. Все двери открыты. Все тут, салон хорошо продувается. Кстати, разобрал полностью торпеду. Буду вот здесь вот проклеивать. Хорошо тут на две части половинится. Здесь все чики-пуки. Вот этот вот коврик. Ну-ка. Да, этот хороший. Потому что пассажиров сзади я вообще почти не водил. Ну, как бы он тоже гуляет. Слушайте, в том, тверже был. В общем, с этим я посмотрю. Тут тоже изоляция. Вот она такая идет. Это просто как проверить. Нагреваем феном. Давайте сейчас нагреем. Так, чтобы оно насквозь пропиталось. То есть прогрелось вернее. И можно наблюдать прям. Вот тут вот такой процесс идет. Не знаю. В общем, смотрите. Если это вода, после нагрева феном, даем какое-то время остыть этому делу. Если нажимаем, выделяется вода. Соответственно, это капец. Если не выделяется, следующий шаг. Ждем, пока это все дело остынет. И пытаемся отодрать. Если оттирается, то вода просто тяжелая уходит у нас на низ. И тем самым у нас вот этот коврик полностью снимается легко. То есть, может быть, кому-нибудь пригодится. Ну, как видим, мне повезло. Днище целое, несмотря на то, что тут такая параша. Но других слов у меня нет. Считаю, на ваших глазах я снял коврик битумный, который, блин, вон, видно следы от него хорошо. Вроде бы даже приклеился. Это жесть. Сейчас надо сразу мусорный мешок. Подальше это все от машины вытаскивать. И тут цветами все заложить, чтобы пропахло. В общем, ребят, спасибо, что посмотрели. Цените свое здоровье. От этого очень много болячек может быть. Это я уж вам на своем опыте говорю. Потому что я езжу за машиной, за рулем был очень довольно-таки долго. И порой я проводил за рулем по полдня в пути. Ну, соответственно, этим дерьмом, когда дышишь, это хлеще, чем когда кондиционер забит. То есть, и фильтры забиты. Это постоянно в автомобиле остается. Ну, и, соответственно, тут дает, скорее всего, еще и себе знать то, что у нас дороги по, я не знаю, по двери прямо в воде. То есть, может, здесь пробежала, конечно. Капля. Ну, это капец. На этом все. Цените здоровье. Ребят, хоть проверяйте иногда, снимайте пороги, отдергивайте коврик, смотрите, что у вас там, сушите. Пусть здоровье у вас не покидает. Всем удачи, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова